сегодня у меня 5s взамен дисплейного модуля такой дисплейный модуль экран с тачскрином бывают дисплейные модуля с кнопками home уже в сборе с рамками для камеры для датчика данный дисплейный модуль самый недорогой так скажем на рамках камеры только стоит давайте мы с вами поменяем займет 10 минут не больше снимаем нижние болты присоска не берет здесь потому что стекло разбитое проверьте телефон включается ли она чаю проверил подсоединил к компьютеру звуки есть экран темный но эти свет играет аккуратно снимаете снизу потому что здесь находится кабель кнопки home не повредите вот она у нас посередине вот он кабель снимаем вот он здесь находится такая металлическая защелка который держит его разъем вынимаем отстегиваем кабель кнопки home аккуратно очень тонкий защитный экран в котором находится разъемы дисплейного модуля разбираем вот эти болты раскладывайте их чтобы не перепутать снимаем разъемы перед постановкой всегда проверяйте бывают новые запчасти не очень некачественные все идет с китая с разных фабрик поэтому обязательно проверяйте все работает включаем переносим на новый модуль все со старого металлический экран кнопку home первую снимаем кнопку home ставить ее будем последней помимо болтов она еще и приклеена каркасу поэтому аккуратно отклейте кабель отклеили снизу вытащили далее снимаем металлический экран 2 по бокам с каждой стороны болтики одинаковые снимаем вот этот вот верхний сборный модуль там находится у нас передняя камера верхний динамик датчик приближения при падении отломался отломалась верхняя пластиковая втулка ничего страшного металлическая фольга можем в принципе оторвать далее здесь у нас находятся защелки отстегиваем их снимаем динамик с металлической рамкой и верхний сборный модуль также приклеим двойным скотчем это у нас камера аккуратно отклеиваем датчик переносим на новый модуль рамку датчика она такая полупластиковая полуметаллическая далее все есть бывает модуля где нету рамки камеры и вот это вот пыльниковой резинового водонепроницаемого поэтому если нет то конечно же обязательно переместитель больше нам здесь ничего не понадобится так ставим разъем шлейфа микрофон вставляем в резиновый пыльник в отверстие вставили микрофон и сверху уже сгибаем датчик устанавливаем шлейф камера в рамке камера в рамке динамик тоже вот в отверстие резинового пыльника этим отверстием ставим у него через который проходит звук наружу вот они защелки про которые он говорил вот одна и вот вторая то есть самые рамки которые мы отсюда снимали вставляем сначала этой защелкой сверху уже защелкиваем вот эту вот правую закручиваем все это устройство сюда у нас идет самый длинный болтик вот этот вверх вверх если кто не запомнил сюда поменьше это то что у нас такой вот хомут который у нас отломался при падении телефона скорее всего давайте поставим его обратно закручиваем далее закручиваем периметр четыре болта одинаковых у нас по периметру который держит вот этот вот металлический экран мы закрутили фольга металлическая честно говоря не знаю для чего она нужна можно ее поставить раз уж стояла такая же стоит на айпадах скорее всего каким то образом она передает землю что ли ставим кнопку home устанавливаем кнопку приклеиваем как все было далее ставим так тут металлический держатель вот этой выемкой вверх не путайте потому что очень часто при постановке обычно путают вот именно такой стороной его надо ставить если перепутаете кнопка home просто не будет включаться болтик сверху он имеет такой разъем тоже который передается на массу вот он вот именно так он должен стоять так есть и последний болтик который куда то затерял вот я его ношу прикручиваем проверяем кнопку home должен быть клик она не должна ездить должна стоять ровно ну в принципе все одеваем сборную модуль которую мы собрали с вами пристегиваем к материнской плате нашего айфона разбитого очень аккуратно вот с этим разъемом который сейчас застегивание очень тонкие намного тоньше чем на четвертых айфонов даже еще тоньше чем на пятых поэтому прежде чем пристегнуть обязательно поймать тот момент когда шлейф разъем находится на том самом месте ни в коем случае не применяйте силу ни в коем случае не застегивайте все это сила не давите если что то не лезет если нет клика при застегивании лучше лучше посмотреть поближе попробовать несколько вариантов бывает такое что западает разъем ставим обратно защитный экран внизу находится болтики покороче вверху и вверху по длине этот ненамагниченный болтик у нас идет в правую сторону в верхнюю . последний застегиваем разъем кнопки и ставим сверху советуем достигать вот так вот согните экран немного загнутся шлейфа здесь наверху но это ничего страшного достигните оставьте сверху свой свою рамку вот эту вот металлическую которая не позволяет кнопки холм отстегиваться при падении телефона кнопка работает устанавливаем экран сначала вверх вздеваем в пазы и далее по периметру таким вот образом пускаем все готово финале вам хочу сказать перед постановкой такого дисплейного модуля на 5 айфонах на айфонах 5s 5c всегда обращайте внимание на вот эти вот углы каркас айфона из металлический из алюминиевого сплава и если мы сильно погнутые то дисплейный модуль просто не войдет всегда предупреждайте клиента что если он хочет установить дисплейный модуль то вам необходимо будет подрезать каркас щипцами и напильником там как угодно аккуратно прежде чем установить дисплей ставим финальные болты всем спасибо за внимание с вами был вдов подписывайтесь на наш канал всем удачного дня до свидания